Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить коротко о главных сегодняшних темах. Толпу мигрантов в центре Рязани наблюдать не придется. Офис УФМС перенесут. В столице области продолжается борьба с незаконным оборотом алкоголя. Сегодня в Пскове хранили священника Павла Адельгейма, зарезанного в начале недели. А теперь обо всем подробнее. Сегодня в Пскове проводили в последний путь местного православного священника отца Павла Адельгейма. Его в этот понедельник, по версии следствия, зарезал 27-летний выпускник Всероссийского государственного университета кинематографии Сергей Пчелинцев. Его священник приютил в своем доме, давал духовные наставления. Тот ответил ударом ножа в сердце. Как сообщили информагентством следователей, во время задержания Пчелинцев кричал, что совершить убийство ему приказал сатана. Вчера Сергею Пчелинцеву предъявлено обвинение. Следствие считает, что убийство отца Павла Адельгейма было совершено в связи с психическим расстройством обвиняемого. Сергей Иванов, наставитель Псковского храма святых жен Мироносец, в котором в свое время служил Павел Адельгейм, сказал в интервью корреспонденту российской газеты, «Расстроились все. Для нас всех это огромная потеря. Отец Павел был очень авторитетным человеком, высокий духовный уровень, и при этом очень скромный человек. Все такое простенькое носил. Трудная судьба выпала отцу Павлу. Осужден был в советское время, лагерь прошел. Крестный путь у него, и видите, Господь призвал его к себе через мученическую кончину». Продолжает тему Оксаны Тебенихина. В какой момент церковь из места служения Всевышнему превратилась в арену для следственных экспериментов? Что с нами происходит? С каких пор у так называемых людей рука начала подниматься на священнослужителей и прихожан? Такие ужасные случаи перестали быть исключениями. Сегодня это наша, хоть и жуткая, но все же реальность. 5 августа в Пскове был убит известный православный священник Павел Адельгейм. Смертоносный удар ножа был нанесен человеком, который пришел к Павлу за помощью. «Когда в нашей стране вновь убивают священнослужителя, это является трагедией всего народа. Потому что это явный признак того, что в нашем обществе, в нашем государстве, в душах наших людей не все в порядке». 27-летний москвич, прибывший к священнику за исцелением души и хладнокровно убивший отца Павла, был пойман полицейскими по горячим следам. Молодой человек в избежании наказания попытался зарязать сам себя. Да, не очень удобно оказалось. Сейчас он в больнице. А вот мнение протоигерей Владимира Вигелианского, тоже высказанное журналистом «Российской газеты». Не может не поражать злоба, с которой совершены те десятки убийств священства, которые произошли за последние 20-25 лет. Это говорит о том, что православный священник на переднем фронте борьбы. Если обычный человек может отмахнуться от людей странных, постарается избежать с ними общения, то священник не имеет на это права. И тех, кто находится в какой-то пограничной ситуации или просто психически больных, это может привести в неистовство. Тут может быть или беснование, или болезнь. Каждый священник, мы все в зоне риска. И как этому противостоять, я сказал священник, сейчас, честно говоря, даже не представляю. Продолжаем программу. Как мы уже сообщали, во вторник на заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев дал поручение чиновникам и компетентным органам провести проверку работ питейных заведений на предмет выявления нарушений действующих законов, норм и правил. Видимо, владельцы рюмочных и пивнушек за новостями особо не следят, а может, благодушевствуют и не ждут оперативной реакции силовиков на распоряжение властей. Во всяком случае, за сутки в ходе рейдов полицейские проверили около двух десятков питейных точек. Хмурые продавщицы-наливальщицы, сосредоточенные сотрудники УВД, плотные ряды разнокалиберных бутылок. Это антураж рейдов. А вот официальные результаты опубликованы на сайте регионального полицейского ведомства. В результате рейдовых мероприятий только за сутки из незаконного оборота изъято более полутора тонн алкогольной продукции. А это уже сегодняшний репортаж, снятый в районе Бутырок. Здесь оперативники обнаружили и прикрыли нелегальную алко-точку. На место выезжала Олеся Харлина. Вплотную к подпольному цеху стоит печатный дом. Через дорогу детский садик. Вокруг жилые дома. Рай, а не место. Внутри все доверху заставлено коробками с ящиками, с пустой тарой, пробками, лицензионными марками и, разумеется, с готовой продукцией. По предварительным оценкам, в настоящее время в данном помещении находится готовая продукция свыше двух тысяч бутылок. Также имеется свыше двух тонн спирта, который в настоящее время предназначен для производства этой продукции. Отдельно находятся здесь наклейки, федеральные специальные марки. По внешним признакам в настоящее время предварительно можем сказать, что они являются поддельными. Куда именно поставлялся товар и каким способом реализовывался, еще предстоит выяснить. Но если, например, представить такие бутылки на прилавке магазина, как здесь, выставленными в ряд, то здравомыслящий покупатель задумается, почему они все разлиты, как Бог на душу положит. Помещение, где продукцию, собственно, готовили, небольшое. Чего не скажешь об объемах. Вот в этих цистернах, например, злоумышленники смешивали спирт, воду и уксус. Как пояснили оперативные сотрудники, уксус нужен для того, чтобы не было хлопьев. А вот с этой стороны фильтры, где продукцию перегоняли, чтобы отбить лишний запах. Вот в этой цистерне уже готовая продукция абсолютно без запаха. В сторонке от происходящего шестеро задержанных работников делают вид, что плохо понимают ситуацию. Так сказать, заглянули помочь. Все документы, если таковые, есть у хозяина. Никто не говорит по-русски? А как же вы общаетесь с теми людьми, которые живут в Рязани? У нас русскоговорящее население. В магазины ходите? Ходите. Вот видите, меня понимаете, да? Давно здесь работаете? Нет, сегодня. Первый день? Нет, просто мы с другими здесь будем работать. С тройками работаем. А, вы на стройке работаете? Сегодня праздником ходить. У вас сегодня праздник национальный? Конечно. Данным вопросом будет заниматься уже непосредственно либо участковая полномоченная полиция, которая будет определяться о административной отсутствии в случае отсутствия определенных документов и определяться уже по действующему кодексу административных правонарушений. Что именно грозит хозяину подпольного цеха, пока говорит рано. Проверка займет определенное время. Продолжаем программу. Выбрасывают детей в снег, бьют до смерти, швыряют малышей с балконов. Все это не за рубежом, все это у нас в родном отечестве. Такое зверское отношение родителей к собственным детям в современной России далеко не из ряда. Вон выходящий случай. Статистика неумолима. Доля преступлений, сопряженных с насилием, растет из года в год. В 2003 году 7,9%, в 2007 году 10,9%, в 2010-м 11,6%, в 2011-м 12% и так далее. А уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов вообще выступил недавно с инициативой вернуть смертную казнь для детоубийц. По его данным, за последние 10 лет число детей, пострадавших от преступных посягательств со стороны собственных матерей и отцов, увеличилось почти в два раза. Причем реальной системы защиты детей в России нет, государство к проблеме в большинстве случаев безразлично. Еще один, увы, типичный случай рассматривается сегодня в Старожиловском суде. 8 августа 2013 года в Старожиловском районном суде Рязанской области началось рассмотрение уголовного дела о совершении убийства матери новорожденного ребенка сразу же после родов. Согласно обвинительному заключению, в апреле 2013 года женщина, находясь в неотапливаемом хозяйственном помещении животноводческой фермы, родила ребенка. Сразу же после родов, осознавая, что ребенок родился живым, положила на голову младенца подушку и умышленность с целью убийства стала удерживать ее до тех пор, пока младенец не перестал подавать признаков жизни. Причиной смерти младенца явилась асфиксия. Рязанский центр должен вскоре избавиться от постоянного скопления многочисленных людей азиатской внешности около Офиса управления Федеральной миграционной службы на Астраханской. Действительно, не радует лицезрение толп, которые занимают весь тротуар аккуратно против главной библиотеки региона и рядом с Центральным ЗАГСом. Так и заявления люди перестанут подавать. Ходить-то неприятно по этому людскому водовороту пришельцев. Нервно и удрученно взирают граждане на такое нашествие чужаков, мысли возникают невеселые, ну и все такое прочее. Что поделать, такова наша действительность, но хотя бы внешне очистить центр города от постоянной толпы власти намерены в ближайшее время. Помещение ФМС перенесут с Астраханской губернаторским распоряжением. Предложение следующее. Перенести службу работы с мигрантами туда, на Московское шоссе, а перевести выдачу загранпаспортов сюда, в центр. И здесь будет более удобный тогда подъезд и к ЗАГСу, и в целом меньше будет стеснения здесь вот в движении. На сегодня все. Увидимся вновь завтра в эфире итоговой информационно-аналитической программы «Время говорить». Всего доброго и до пятницы. Редактор субтитров А.Семкин